Спасибо. Я работаю в компании Dolopex, дотнет-разработчиком, тесно работаем с эжером и так далее. А вот именно дотнет-стандартом и дотнет-кором это я чисто для себя увлекаюсь. То есть есть несколько пед-проджектов, в которых я это все использовал. Также я являюсь Microsoft Student Partner, то есть у меня есть небольшие контакты, по которым я могу чуть-чуть раньше получить информацию, чем она появится публично. И также, ну не особо то, чем я хочу хвалиться, но я еще являюсь студентом Киевского политехнического института. Ну это уже такое, это просто показывает мою выносливость, что я не сдался и до сих пор там учусь. Так, теперь, наверное, перейдем к самому докладу. То есть сегодня, сейчас я вам буду рассказывать о дотнет-стандарте, все, что я сам мог попробовать и то, что я нашел на просторах интернета. Так, в общем, для начала, как выглядит современная модель дотнет-приложений. То есть у них есть там какая-то инфраструктура под собой, под всеми, там компиляторы, языки, рантаймы и так далее. И в основе каждого, ну есть такие три большие как бы фреймворка, то есть дотнет-фреймворк, дотнет-кор и замарин. И в основе каждого из этого фреймворка есть своя базовая библиотека. Но на самом деле это, в Майкрософте их почему-то называют библиотеками, но на самом деле это просто набор API, который предоставляет сама платформа. В чем проблема этого подхода? Нам нужно, ну то есть под каждую платформу создавать свою библиотеку, ну то есть если мы хотим сделать какую-то библиотеку, которая там будет работать под всеми платформами, то есть нам надо создавать по отдельному экземпляру библиотеки под каждую платформу. Также нам нужно, то есть все какие-то маленькие изменения там под каждой платформой и делать там разный код, писать, это не совсем удобно. Да даже и просто если копировать тот же самый код, это тоже не совсем удобно. И то есть надо иногда там можем забыть, что там вот туда мы добавили код, а в другую библиотеку забыли добавить, уже различия начинаются, и очень много проблем зато вытекает. Что же будет у нас как бы завтра? Ну я надеюсь, что это завтра наступит у нас. Ну вообще, как обещают разработчики, то это завтра наступит 7 марта с релизом 2017 Visual Studio. Раньше я думал, что это завтра наступит после билда, ну конференции билда, если кто не понял. И в общем у нас вместо вот этих всех базовых библиотек под каждый фреймворк будет одна базовая библиотека, которая называется .NET Standard. В чем ее преимущество? В том, что мы можем создавать одну библиотеку, которая будет просто таргетить .NET Standard, и использовать эту библиотеку в каждой платформе. Также мы можем без проблем переиспользовать этот код. И .NET Standard может развиваться независимо от развития платформы. То есть выйдет новая версия стандарта, да, может какая-то платформа его еще не поддерживать, но в принципе все платформы, которые Microsoft обещает развивать, они в будущем будут поддерживать все выше и выше версию стандарта. Так, что же такое .NET Standard? .NET Standard это спецификация, которая представляет набор API, которые каждая .NET платформа должна имплементировать. Сейчас, если вы можете даже попробовать .NET Standard не 2.0, 2.0 попробовать очень тяжело. Расскажу потом, позже почему. Вот .NET Standard 1.6 можно достаточно просто попробовать, если у вас есть 15-я студия. Для этого нам нужно создать PCL-библиотеку, а потом в настройках ее конвертировать в .NET Standard. Просто так .NET Standard библиотеку не создать. Или просто установить себе релиз кандидат 2017 студии, и там уже есть такой тип проектов, как .NET Standard. Также раньше была такая замена .NET Standard, были PCL, Portable Class Libraries. И вот в чем они отличаются от .NET Standard Standard. PCL – это, по сути, просто такое пересечение API, которое поддерживает каждая платформа. Их там очень много разных наборов. То есть мы выбираем, что нам надо, чтобы наша библиотека могла использоваться там в UVP-приложении и в Zamarine-приложении. И оно нам формирует набор API, которые поддерживаются и там, и там. Проблемы, которые есть у PCL. Нет никакого системативного подхода для версионирования. То есть мы не можем сказать, что PCL 18 поддерживает больше API, чем поддерживает те API, которые есть в том же PCL 1. И вот еще проблема в том, что мы никогда не можем увеличить, ну то есть, точнее, увеличить набор платформ, которые мы хотим таргетировать. Это аппаратно-таки, скорее всего, приведет к тому, что наш набор API урежется, и нам надо вот это все перенастраивать. То есть мы не сможем взять PCL, который не таргетирует нашу платформу, там, которая новая, там какая-то появилась, и использовать ее там. Нам надо все это перекомпилировать и так далее. Как работает версионирование в .NET Standard? Вот то, что я говорил, что в PCL мы не можем говорить, что версия там 1 меньше версии 18, то в .NET Standard это уже работает. То есть мы, ну, они гарантированно, что если мы таргетируем там Net Standard 1.6, то все библиотеки там, которые 1.3 и 1.0, они будут там тоже работать. И вот они так, набор API наращивается с каждой версией все больше и больше. И каждая платформа должна имплементировать конкретную версию .NET Standard. То есть мы можем глянуть, что ага, у нас там UVP-приложения там поддерживают версию 1.6, и там нам надо еще делать библиотеку, это под там .NET Framework. И мы просто смотрим, ага, у нас самая меньшая версия это 1.6 со всех платформ, которые нам надо саппортить. Значит, мы будем нашу библиотеку таргетировать под версию 1.6. Так, теперь полезный набор, ну, вот, немного полезной информации, которую вы можете найти о .NET Standard. И это вот их профайл. Есть папочка .docs. и внутри вы можете найти различную информацию, которая поможет вам в работе с .NET Standard. Вот тут небольшой факт, это то, что я, в принципе, сейчас рассказываю. И также тут есть вот версионирование, например. То есть мы можем посмотреть, какая версия того же фреймворка там имплементирует какую версию стандарта. Вот можем глянуть, что UVP там, оно сейчас 1.4, там Core пока, ну, 1.0, 1.0. Единственное, кто сейчас имплементирует .NET Standard 2.0, это .NET Framework. Но в будущем, вот, все, вот это, где написано, что в .NET, это они в будущем будут таргетироваться под 2.0. Также можем найти, как относятся разные PCI с .NET Standard. Ну, вот видите, что у нас все PCI профили таргетируют значительно меньше и .NET Standard, чем тот же .NET Standard поддерживается, если брать просто платформы. Так, еще здесь с полезного есть такая папочка Versions. И мы можем здесь посмотреть, во-первых, какие новые API добавились в конкретной версии. То есть вот. И так же можем посмотреть вообще, как, ну, то есть, какие API есть в этой версии. То есть вот, это перечисление всех методов, доступных в этом конкретном стандарте. И так же есть такой полезный сайт, называется APIs.net. С помощью него мы можем там, мы знаем, что нам нужно там, например, датасеты использовать. Мы вводим здесь датасет и смотрим. Ага, у нас вот имплементирует, поддерживает этот класс .NET Core 2.0. Это версия, которая выйдет в будущем. Опять-таки, насколько я помню, выйдет с релизом 17-й студии. .NET Standard 2.0 и вот разные платформы. И так можем, в принципе, любой существующий класс, который есть в .NET, можем посмотреть и где, в какой версии он реализован. Так, продолжим. Что же нового в .NET Standard 2.0? Значительно увеличено набор API, который поддерживает по сравнению с версией 1.6. И так же, как разработчики .NET Standard, хотя он уже, если я правильно помню, больше года разрабатывается, то, ну, как релизнут, то разработчики библиотек все равно не хотят таргетировать свои библиотеки как .NET Standard. То есть, по сравнению с библиотеками, которые есть в .NET Framework, .NET Standard вообще составляет очень малую часть. И поэтому они добавили такую штуку, что в библиотеках, которые таргетируют .NET Standard, мы можем использовать .NET Framework библиотеки, если у них используется тот API, который поддерживается .NET Standard. И вот новые фичи, которые добавлены в .NET Standard. И я могу немножко сказать, что это как бы фичи, они добавлены, но есть небольшое но. когда разрабатывался .NET Standard, у разработчиков было три варианта, как обходить API, которые не поддерживают какая-то платформа. Первый вариант, это наиболее распространенный, это просто как имплементировать это, ну, чтобы функциональность этого API была поддерживаема с помощью других каких-то API, какой-то дополнительный код написать, чтобы эта API появилась. Потом не реализовывать API, которая не поддерживается во всех платформах, и просто отправлять какой-то exception. И вот они решили, что они будут использовать все эти три метода. то есть некоторые API, которые сделаны, которые реализованы в .NET Standard, на самом деле в некоторых платформах будут бросать exception. Как пример, это reflection, если использовать reflection под iOS, то и там, сейчас, замену модулей использовать, то оно не работает там. То есть будет просто падать exception. и также исключение будет, если использовать app-модель под не Windows платформами. Там будет работать только очень малый набор методов, то есть не все, не все с этого будет работать. Там они небольшой функционал реализовали, а-ля там имя приложения, еще там, ну, что-то такое. и вот такое демо о .NET Standard, как понять, что мы можем использовать нашу библиотеку в библиотеке, которая таргетирует .NET Standard 2.0. Извиняюсь, забыл студию запустить заранее. В принципе, если есть какие-то вопросы, можете задавать по ходу, ну, на ходу, мне лучше будет ответить в контексте, чем отвечать потом, я думаю. Ты рассказываешь сейчас про .NET Standard, как бы, да, фича. Скажи, что она нам дает, какие привилегии, которые там у нас не может дать .NET Core или .NET Standard обычный? Ну, так вот, суть в том, чтобы мы могли использовать библиотеку, ну, один раз написать код и использовать его и в .NET обычном, и в .NET Core. То есть, это как бы, это просто тип библиотеки такой. Там, мы можем написать один код и использовать его везде, использовать там в том же Самарине, потом в .NET Core и заиспользовать, и потом в обычном фреймворке. То есть, мы можем один раз написать какую-то логику, там, например, те же там утилиты, которые там, я думаю, у всех в проекте есть там набор каких-то коммонов, там библиотека, которая просто реализует там коммон там для работы со стрингами, там еще что-то, еще что-то. Просто переиспользовать, например, эту библиотеку под всеми платформами. Они вводят что-то новое. А планируется какой-то, ну, допустим, там 4,5 фреймворк был, и он там поддерживает стандарт 1,6. Но, как известно, .NET это более enterprise, такая, такая платформа, и некоторые enterprise используют, допустим, 4,5. И что делать в этом случае? Он же не поддерживает, ну, и как бы этот .NET стандарт, и тогда выходит так, что мы не сможем один раз написать код. Ну, в принципе, если мы будем использовать только тот набор API, который предоставляет, там, сейчас, секунду, можно перейти. Я больше к тому спрашиваю, планируется ли какой-то, ну, апгрейд, вот, допустим, старых версий, там, фреймворков на совместимость со стандартом или нет? Нет, это просто апдейтить фреймворк, ну, это на самом деле не так уж и сложно, насколько я помню, то там никаких особого breaking change нет, но если, ну, они обещают, что новые версии фреймворка, они обязательно будут таргетировать более старшую версию стандарта, это да, и в будущем они обещают, что те платформы, которые они собираются развивать, то есть, вот, например, там, вот этот набор приложений, они уже забили на них и они вот так и останутся, но вот этот набор приложений, они будут все время расти, они будут имплементировать, стараться как можно высшую версию стандарта. Вопрос, может быть, скорее был в том, что, ну, дутнесс стандарты, это же просто библиотека, скачанная с ноги, то да, и какое будет у нее вот там может быть минимальное требование, может быть, она там на 4.0 будет работать, но уже, компрессор тот же самый. Ну, мне кажется, тут немного, смотрите, я может это тоже попробую как вариант дать, но тут нет стандарта, это только описание IP, это спецификация, в основном, набор API, вот смотрите, хороший пример, это Newtonsoft JSON библиотека, я думаю, что все ее используют, знают, если вы посмотрите, она может таргетиться даже на .NET 2.0 фреймворк, то есть она таргетится на Xamarin, используя PCL, она на Universal Windows платформе и тому подобное, то есть она сейчас уже покрывает почти все, и в чем ее секрет, если вы зайдете в исходный код, посмотрите, основная проблема разработчика, вот это Point Points, то, что ему нужно условные компиляции, то есть он, например, хочет использовать кортеджи, а кортеджи появились в 3.5, ему надо кортеджи в 2.0, он, соответственно, пишет, если я компилируюсь под .NET 2.0, то мне нужно самому реализовать кортеджи, вот это проблема, то есть вам нужно постоянно вот этот какой-то API сет самих доделывать, а тут идея, что берете, пишете, и вот этот set API, набор, который стандартом является 2.0, версии перечисления API, вы используете на всех платформах, вот тут больше такой вот этот подход, чтобы вы могли свое существующее приложение Full.NET Framework 4.6.1 подключить на .NET Core проект, сейчас вы такого не можете сделать, потому что нету совместимости, вот такая вот идея, Илья, поправь меня, если... Да, 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 ты правы, я даже хочу добавить, что, например, сами разработчики .NET Standard, они решили, что мы не будем реализовать там все вообще, все-все, здесь функционал, мы просто часть функционала будем предоставлять как нюгиты, которые таргетируют некоторую платформу, ну, .NET Standard некоторый, и просто для того, чтобы там мы могли развиваться сами библиотеки, не ожидая там, то есть, например, там, JSON-цирелайзеры некоторые, они вынесли просто в нюгит-пакеты, и теперь разработчики могут там проапдейтить их, не ожидая новой версии стандарта. Вот, да, ну, просто это набор API, которые должны, ну, которые можно использовать в своих библиотеках для того, чтобы мы могли эту библиотеку переиспользовать ввести. Кстати, интересный момент, пока, Илья, ты открываешь, то, что вот сейчас у нас .NET Standard появился, и описали API, сделали спецификацию API, этого в .NET никогда не было, то есть, спецификации, а если мы возьмем нашего соседа Java, у них давно есть спецификация API и разные имплементации этих API, а у нас не было, у нас была спецификация языка, но не было спецификации самих API в его фреймворке. Ну, это, наверное, из-за того, что у нас, как бы, все под Windows раньше было, и из-за этого в этом особо надобности, скорее всего, не было, а так как Java, она кроссплатформенная, скорее всего, это из-за того, что там под разными платформами, по-разному надо этот сет API, например, описывать, поэтому это им надо было еще раньше, а в .NET нужда в этом появилась вот только недавно. Так, и вот есть такая полезная тулза, называется... Сейчас, подожди немножко, я хочу вернуться к вопросу к совместимости, к обратной. Я вот посмотрел .NET Standard Library, она депендит на себя .NET Core Platforms. Я так понимаю, что все, что там содержит в себе .NET Core, это 4.5 фреймворки и выше, но не меньше, правильно я понимаю? Да. То есть вопросу, то есть 4 на 4.0 это .NET Standard вообще никак не ляжет? Ну, мне кажется, проблема... На 4.0 оно никак не ляжет, потому что даже в этой схеме написано, да, .NET Standard 2 это 4.6.1, то есть это список API, потому что если вы с 4.0 мигрируете на 4.6, вам появляется дополнительный API, ну, то есть, какие вы можете использовать. Если вы салюшен, который писали по 4.6.1, хотите запустить на 4.0, соответственно, этих API нет, имплементации нет. Вот, ну, то есть, вот так вот она выравнивается. Если вы хотите использовать существующую библиотеку, то вам, конечно, нужно мигрироваться. То есть, вот то, что Илья табличку показывал, ну, вот там полностью есть вот такой вот мэппинг. Ок. Так, и вот у нас есть библиотека, это я скачал с нюгета библиотеку, исходники ее. И теперь есть Тулза, называется Portability Analyzer. И вот ее настройки есть. Сейчас покажу. Вот мы, в принципе, можем выбрать там платформы, которые нам надо таргетировать, или Дотнет-стандарт, которые нам надо таргетировать. В общем, не важно. Ну, то есть, это если у нас как исходники, то мы, в принципе, можем выбрать набор платформ, то есть, и компилировать под каждую платформу ее. Если же хотим Дотнет-стандарт таргетировать, то мы выбираем Дотнет-стандарт и запускаем его, чтобы он проанализировал нам нашу библиотеку. И вот оно сгенерировало репорт. Что в этом репорте есть? Оно, во-первых, показывает процент кода, который совместим с версией Дотнет-стандарта, например, который мы выбрали, или там других библиотек, которые мы выберем. И также еще оно показывает для каждой зависимости, которая не поддерживается выбранной нами платформой, оно, во-первых, показывает, что там, например, те же сериализации используются в стандарте 2.0. И оно даже показывает, что если мы хотим остаться на 1.6, то вот есть экземпляры решения этих проблем. то есть что мы можем сделать, чтобы оно у нас продолжило работать под тем таргетом, который мы выбрали. То есть для некоторых зависимостей разработчики прописали, что вот сделайте это и все будет у вас хорошо. И также есть тоже мой также интересный сайт называется icanhas.net туда надо загрузить свою нюгит лайберри и оно ее разбирает, показывает вот такую схему зависимостей библиотеки, нашей библиотеки от других разных проектов. Зелененьким показывается то, что поддерживается в коре, это именно для .NET кора, но в принципе это можно сказать тот же .NET стандарт. и также оно показывает, что можно сделать для того, чтобы оно поддерживалось. То есть например Microsoft.net http оно это бэкпортировано http клиент из .NET 4.5 и также для всех библиотек можно какие-то аналоги искать того, что есть. Это то, что поможет будущем использовать, ну то есть таргетироваться под .NET стандарт в этой библиотеке. Теперь самое интересное как же работает .NET стандарт. .NET стандарт представлен как .NET стандарт library и .NET стандарт GLL библиотекой. Как оно работает? В частности .NET стандарт 2.0 .NET стандарт 2.0 в котором мы можем референсить не только наши библиотеки, а еще можем референсить не только .NET стандарт библиотеки можем референсить, а еще .NET фреймворк библиотеки. То во время компиляции у нас делается Type Forward и в нашей .NET фреймворк библиотеки на место зависимостей, которые с .NET фреймворка подставляются вызовы .NET стандарта. .NET в рантайме потом уже когда мы запустили нашу библиотеку то есть используем уже нашу библиотеку в рантайме то тогда у нас наоборот идет таймфорвардинг мы API которые в .NET стандарте мы на место их подставляем уже конкретную имплементацию в этой платформе. То если мы будем делать это с .NET фреймворком если мы будем это делать то у нас по сути мы два раза тайпфордиться будем то есть мы API и .NET фреймворка превратили в .NET стандарт а потом в рантайме .NET стандарт превратили в .NET фреймворк назад и вот мы типа библиотек которые мы можем в 2.0 ну в 2.0 и выше стандарте референсить себе то есть раньше вот этого .NET фреймворк лайбери их не было были только .NET стандарт и PCL более ранних версиях стандарта и вот то что я рассказывал это более наглядно как работает сам .NET стандарт то есть вот у нас есть .NET стандарт object и вот мы там сцена с нашей библиотеки на .NET фреймворк какую-то библиотеку они ссылаются на разные библиотеки но потом проходит тайп форвардинг во время компиляции и у нас вот ссылки которые ну API которые используются в MS Core LibDLL подменяются на .NET стандарт .NET и вот что происходит во время работы то есть у нас есть какая-то .NET application например .NET framework то есть она имеет какие-то фреймворк в зависимости какие-то от фреймворка и вот у нас есть наша .NET стандарт based класс library и мы с нее уже наследуемся в .NET стандарт библиотеки ой извиняюсь с .NET стандарта мы уже там подменяем внутри него на зависимости с фреймворка вот как-то так работает и я не знаю у меня слайды на самом деле закончились могу порассказывать интересные вещи какие-то связанные с .NET стандартом например то как я хотел еще сделать одну демку которая показать вот как эта вся красота работает я искал долго как консумить nightly билды но оказалось что их просто нету пока для .NET стандарта потому что у них continuous integration процесс завезли только 6 дней назад к сожалению но там но вообще это реально то есть я видел демку разработчика где он показывал что вот мы берем .NET библиотеку .NET framework мы ее там референсим в своей библиотеке используем ее как-то потом в рантайме используем нашу стандартную библиотеку и все работает красиво и хорошо так и если вам это все интересно и вы хотите узнавать что-то новое то вот есть такая полезная группа в фейсбуке .NET Core Ukrainian User Group я один из администраторов ее и в принципе мы тут постим постоянно разные полезные статьи и также люди ну если у кого-то есть какие-то вопросы то приходят люди которые помогают ответить на них так в общем я как бы закончил могу поотвечать на вопросы еще если у кого-то есть да у меня есть вопрос а вот по поводу добавления библиотек будет ли в студии какой-то блокер ну допустим если у меня там библиотека не реализуется в .NET стандарте ну а я хочу ее например добавить и мне студия скажет например о том она скажет при компили ну когда компилировать будете то оно при компиляции оно даже не даже рослин во время анализа библиотеки он скажет что не 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 подходит то есть вы там начнете что-то писать оно там интеллисенс начнет работать и оно просто скажет что типа мы не можем это зареференсить это то что ну это то как работало когда я смотрел демо демо от разработчика окей спасибо еще вопросы можно сейчас ссылочку которые вначале показывал по поводу спецификации по опишке вот этот там опис инфо что-то там нет вот это да описок нет описок спасибо я могу в принципе скинуть игорь ссылки все и он с вами зашарит потом да и мы добавим в пост хорошей идеей так еще вопросы ну что я думаю это прошу прощения у меня что-то с этим задает наверное очень помогает разобраться с этими всеми стандартами версиями зависимостями и тому подобное если вы возьмете сам файлик project json вот если можно открыть студию там взять и там будет как раз написано dependencies frameworks runtimes и вот это хороший очень наглядный пример поиграться с этими зависимостями здесь тебе написать например то есть ты можешь здесь себе писать что ты хочешь какие ты хочешь зависимости как каком ты хочешь чтобы фреймворке работала твоя библиотека и тому подобное но есть одна большая проблема например когда мы добавляем какие-то нугеты там пакеты да они тоже имеют свой как бы project json у них тоже свои зависимости и очень часто эти фреймворки эти dependency между собой не дружат то есть например у меня вот я играю такая у меня тоже изучаю .net стандарт для себя вот я себе создал как бы такую таску сделать библиотеку которая может которую могут зареференсить как можно больше проектов я насоздавал себе solution у меня там есть ios проект android под разбери universal asp.net и тому подобное и вот есть там самая самая базовая там класс library 1 и вот я делаю так чтобы можно в эту эту библиотеку чтобы могли использовать абсолютно все проекты ну и я дошел фактически сам до того что вот нужно поиграться в этом project json с этими dependencies frameworks и runtimes ну да пока сейчас ну я не знаю вообще на самом деле это не так уж и сложно можно в принципе просто глянуть вот эту табличку выбрать то что нам надо и использовать фактически больше проблема в других каких-то библиотеках потому что да мы хотим этот же самый json как он там не json да 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 и вот он например не дружит с каким-то networking кто-то еще не дружит с inhibernate и тому подобное и тому подобное то есть здесь больше вопросов к сторонним каким-то библиотекам и другим зависимостям а если ну например вот я создал я себе создал эту базовую библиотеку в нее в ней создал dto ну data transfer object то есть пустые классы грубо говоря там класс а от которого наследуется класс б и тому подобное интерфейсы создал и абсолютно все проекты нормально с этим компиливаться нормально работают ну вот вот да вот проблема если мы хотим уже работать с networking с базами данных и тому подобное вот здесь уже начинаются пляски с мультизависимости ну вот эту проблему мне кажется она будет вот с выходом датной стендарта 2.0 она будет более-менее решаться да-да-да я вот тоже большая у меня надежда на это что они вот решат ну там столько API добавили единственное что может быть я рекомендовал если начинаете то не использовать project.json project.json все уже официально он мертв используйте csproject то есть ну или visual studio code или visual studio 2017 релиз кандидат а что project.json мертв да они полгода назад это сказали с выходом по-моему 1.1 релиз когда сказали что ну еще чуть-чуть и project.json не будет к концу года а я только разобрался с этим ничего главное открыть студию 2017 нас конвертирует вот и все будет хорошо там довольно понятно но это проблема они хотят чтобы ну там проблема с msbuild насколько я помню поэтому они отказываются от project.json а потому что msbuild его не захотел нормально кушать окей а долго продемонстрировать транслирование из стандартного стандартной либо вернее из BCL там или BCL там как ты говорил на 15 студии в стандарт сейчас я могу в принципе показать то есть вот создаем она просто называется Class Library Portable создаем ее там выбираем набор который ну платформ которую мы хотим поддерживать потом идем в Properties и нажимаем Target NetStandard и вот мы можем ну оно берет NetStandard по дефолту который поддерживает те PCL которые мы выбрали те платформы PCL но мы можем там ручками его поднять до 1.6 например и использовать его вот так я думаю это не очень сложно и не очень долго спасибо еще вопросы